Книга открытым оком. Тема коммунизм. Том 17 вопрос 3143. Напрасно вы ругаете всегда коммунистов, как Шариков говорил, вините их в развале страны, насаждении безбожества. Они сегодня совсем другие стали, ратуют за церковь, за свободу и расповедание. Если вы это знаете, то может у вас иные есть сведения о них? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иных сведений нет, но у меня есть Библия и опыт общения с ними вчерашними, сегодняшними и завтрашними. Они дети дьявола, сыны тьмы и отпрыски палачей. Их учение смертельное, лживое и льстивое, настоянное на цинизме. Ни одному их подлому слову верить нельзя. Они всегда лгут, и такими же сделали большинство в священстве. Ибо они создавали патриархию долгие годы. И вот как они видят восстановление порушенного. Газета «Завтра», апрель 2006 год, номер 17, страница 1 и 8. Воскреснет Бог. Описывается время, описывается деревня дачная, где зимуют только две семьи. Но вот прислали молодого энергичного батюшку, и закипела работа по восстановлению старого храма. Цитата. На большой храмовый праздник она тщательно накрывает столы, которые сбиваются прямо под летним небом у самой воды. Наезжают гости из Москвы, приходят добрые соседи, и над тихими водами слышен веселый гомон голосов. Льются народные русские, военные, советские, строевые, казачьи песни. Конец цитаты. И с такой симпатией и воодушевлением описывает Андрей Фефелов подвижничество священника. Как на Пасху он был там, пятичасовую службу отстояло легко, и как батюшка исповедовал людей из города и их соседних сел, пришло до ста человек. Кто еще не исповедовал? Кто еще исповедоваться? громко вопрошает священник. Из вновь прибывших робко выступает несколько человек. Мягко падает перед плащеницей, потом к батюшке. Эй, молодежь, не бойтесь, идите сюда на исповедь, я не кусаюсь, обращается отец Дмитрий к юнсам. Ну ладно, как знаете, в следующий раз, значит. Еще цитата. Можно сколь угодно долго рассуждать об участии или неучастии церкви в политической жизни, обсуждать высшее духовенство, сетовать на слабость и конформизм епископата. Главное знать и видеть одно. Но среди растленного века сего, среди вала смерти и разложения, среди тьмы внешней и глубочайшего уныния, обывательского маразма, нищеты, злобы и разврата, сегодняшней погруженной во мрак, превращенной в огромное кладбище России, сияет золотой луч. И происходит чудо воскресенье, к которому причастны все мы, и великие, и малые, и грешные, и праведные, и святые, и голодные, и сильные, и хворые. И праведные, и сытые, и голодные, и сильные, и хворые. Есть храм, есть батюшка, есть вокруг добрые русские люди. Их будет все больше, а деревенский храм будет все краше. А там, даст Бог, поднимется деревенька и начнется производство. Мужчины перестанут пить горькую, начнут пахать, отстраиваться, а женщины рожать деток, поднимется индустрия, возникнет армия и восстановятся границы, потому что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. В статье нет ни слова о Христе и о Библии, а это главный критерий, определитель, есть ли там Бог. Книга Иова 5.18 Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Иеремия 6.14 Врачуют раны народа Моего легкомысленное, говоря, мир, мир, а мира нет. Живут со мною рядом два соседа. Один имеет добрый особняк, богатый он, а у другого деда не дом, хибара, тот сосед бедняк. У первого хорошая машина, постройки, а в сарае у него рогатая и прочая скотина. У бедного же нету ничего. Богатый жить не может без работы, с утра до поздней ночи занят он. У бедного важнее нет заботы, сходить, купить к соседке самогон. Весь день богатый пилит и строгает, навоз таскает, полит огород. Бедняк же до обеда отдыхает. Потом на речку с удочкой идет. Живут со мною два соседа рядом. Я брал пример с трудяги мужика. Теперь все чаще замечаю взглядом бездельника соседа бедняка. Живет бедняк, не ведая тревоги, не стонет, как другие мужики. А ежедневно торит три дороги до церкви, до соседки, до реки. Не робщит он в жилье своем убогом, а стопку выпив, песенки поет. С молитвою общается и с Богом, и счастливо тот человек живет. Спокойно ждет он райской жизни вечной. И хоть его я веру не пойму, но вижу, что сосед живет беспечно. И кажется, завидую ему. Завидовать же нечему. Ленивым заказан путь в приличные места. Патриархийный храм, не Божья Нива. Богатым будь и жертвуй для Христа. Так вот тут Аксенов написал в Виталии. А последний куплет я ему прислонил. Аксенов. Кажется, давиду ему. И все. А тут дальше я добавил свое. Хорошо получилось, да. 21 мая 2006 год. Игнатий Лапкин.